Пожилые люди остаются на самоизоляции, а значит им по-прежнему нужна поддержка участников акции «Мы вместе». А уже на помощь самим волонтерам пришли водители такси, которые также вступили в ряды добровольцев. Просто когда вышел на работу, начальник спросил, кто сможет, я согласился и все. То есть каждую свою смену я забираю, отвожу, разводим. Здесь не в тягости. Приняв звонок от нуждающегося, волонтер может заказать такси. На заявку откликается ближайший водитель. Всего около 50 машин в режиме онлайн готовы прийти на помощь людям, которые сами бескорыстно помогают всем, обратившимся на горячую линию. Очень здорово помогает и особенно приятно, что в такое сложенное время, особенно для бизнеса, они присоединились, то есть сами предложили свою помощь. Они привозят нас утром в штаб, отвозят домой, когда вечерняя смена заканчивается. Если какие-то срочные опять заявки, они тоже нас развозят. То есть на самом деле помощь действительно ощущается. Всего 6 таксопарков объединились ради общего дела. За день выполняют около 10-15 заявок. Все расходы берут на себя. Главное, чтобы люди были довольны. Так как необходимо сохранять рабочие места и поддерживать водителей, машина в любом случае выходит на линии. У нас есть свободные ресурсы. За счет этого мы помогаем волонтерам. Присоединиться к акции «Мы вместе» могут все желающие. Представителям бизнеса для этого нужно оставить свое предложение на сайте акции. Сейчас в Самарской области уже около 3 тысяч добровольцев, которые трудятся без выходных и праздников и уже помогли 52 тысячам обратившихся. Андрей Фазеев, Сергей Костин. Новости губернии.